Гора Белая может получить второе рождение. Областные власти планируют законодательно закрепить за этой территорией статус свободной экономической зоны. В рамках полномочий регионального правительства предпринимателям предоставят налоговые преференции. Уже сейчас бизнесмены презентуют проекты гостиниц и других объектов. От властей они ждут понятных правил игры и помощи в строительстве инженерной инфраструктуры. Губернатор сказал, что помощь будет. Мы, власть, должны на себя взять ответственность по созданию транспортной инженерной инфраструктуры, обеспечить льготами и преференциями бизнеса, которые будут вкладываться в строительство туристической инфраструктуры, а также обеспечить необходимый доступ к юридам и инструментам поддержки для предпринимателей на подключение к сетям, строительство подъездах и, другими словами, создать полную рабочую карту и карту туристических маршрутов. Белое – это клубок нерешенных проблем, которые предстоит распутывать властям. Неизбежно столкновение интересов собственников и арендаторов земель. По словам губернатора, тех, кто не использует земли по назначению, будут вынуждать вернуть их путем повышающих налоговых коэффициентов. Также очень важно сохранить для потомков уникальную природу. Обращаю внимание, что только экологически чистых водоемов в указанном направлении расположено 14, в том числе 11 рек и 3 пруда. Причем вода в них, если мы говорим про поселок Уравец, настойно на плате неизована. При этом основная часть водоемов зарыблена. Экс-губернатор Эдуард Троссель полон идей по развитию горнолыжного комплекса. От новых трасс и гостиниц до собственной взлетно-посадочной полосы. Нужно всех нагрузить, чтобы это была народная стройка. Не только бюджет, не только коммерция, чтобы была народная стройка. И вот как раз 4 года и на 5-й год вашего управления провести спартакиаду народов России здесь. Это поддержка и федерации, и все поддержки. Это будет такая точка, и пойдем снова на выход. Общественники тем временем бьют тревогу. Черный сочинский пруд уже не пригоден ни для отдыха, ни для водоснабжения. Они рассчитывают, что благодаря проекту свободной экономической зоны власти наконец займутся очисткой водоема. К сожалению, Министерство природных ресурсов в 2017 году было 9 миллионов потрачено на буровые работы для изыскания резиновых источников водоснабжения. И в плане на 2018 год дальнейшие работы собираются проводить вдоль черноисточинского пруда. Еще 8 миллионов, то есть выделено. Мы считаем, что учитывая, что эти скважины находятся, пробуренные, которые в 10-15 метрах вдоль берега черноисточинского пруда и глубиной всего 50-60 метров, если этот проект будет реализован, то они окончательно добьют наш черноисточинский пруд. Леонид Кононов, информационное агентство Новый Город